Друзья, знакомьтесь, перед вами один из ведущих садоводов Хакасии и его окрестностей. Сюда входит еще и Красноярский край, наверняка были и кемеровцы, и из ваших клиентов. В общем, перед вами не просто садовод и не просто ведущий, он Владимир Александрович Тотаров и его милая супруга. Ой, я спросил, как вас зовут? Людмила. Людмила, у меня память плохая. Вот, это люди, наверное, сподвижники, наверное, фанаты, наверное, люди, которым должны в больницких листах ставить диагноз садовод. И тогда все встанет на место. Холодно, мороз, сад, 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 сад. Сад это призвание. Значит, я что придумал, Владимир Александрович, ты меня к себе звал? Звал. Я подумал так, мы сейчас пройдемся по саду, по-моему, так, это будет часть сегодняшней работы. Потом, хотите, другое время выбирайте. Хотите, садимся две машины и едем к вам в означено. Можно? Конечно, но получится, что вы познакомитесь с моим садом и еще те, кто здесь не бывал. А я познакомлю всех с вашим садом во время цветения. Ну, уже как бы там маленько угасает. Ну, еще цветок много. А дело еще в чем. Я все сравниваю. Вот сейчас я через ваши головы. Вот. Вот это вот самый разгар цветения, да? Это слива и вишня, да? Да, слива и вишня. На тот участок мы сегодня не пойдем. Вот. Давайте так сделаем. Вот этот участок новый, это я сдавал экзамен. То есть, вы представляете, Владимир Александрович, Людмила, я уже 20, почти 20 лет учил людей садить, да? И вдруг наступает момент истины. А не постарел ли ты? А не отстал ли ты? Вдруг ты торгуешь этими самыми белыми наливами и ронетками. А нужно постоянно доказывать, что ты имеешь право учить людей. В 2015 году я купил этот участок. Вот это домишко из опилок. Вот. Значит. И заплатил целый миллион. Тогда это были еще деньги солидные. Вот. И в том времени здесь росли мои. Я вас знакомлю. Мои абрикосы. Вот они. Это королевские. Так. Вот. Дальше, походу, еще кое-чем познакомлю. Но главное это было то, что мне нужно было доказать, что я не зря учу людей. Что можно за два, за три года, четыре, сделать чудо невероятное. Вот. Пойдемте покажу это чудо. А, причем я заранее всем говорю. То, что вы видите у Тотарова, это ни лучше, ни хуже. Это примерно тот же уровень. Уровень высочайший. Он недостижим ни одному ночью утверждения в Сибири. То, что вы видите у Тотарова, ну и извините за это. И у меня. Вот. Вот здесь вот, Владимир Александрович, это будет мой очередной опыт. Очередное мое это. Вот здесь вот я потом сам поставлю сюда, вот на эту скамеечку, вот эту видеокамеру, насосу воды, чтобы отсюда вода вытекала. И скажу, что этот принцип, это мое открытие. Потому что сорок причин, все знают, это сорок первый. О том, что как циркулирует жидкость вот по этим вот деревьям. Это будет отдельный рассказ, я просто людей интригую. Зная это, никто никогда не станет обрезать деревья, которые могут циркулировать, только если они не тронуты. Вот такие вот. А это что, груша вот? Это особо. Да, знакомство началось. Началось, пойдемте. Вот. Я еще был соседом. Здесь был мой хороший знакомый Олег. Я ему вот эти вот саженцы, вот такие три абрикоса подарил, вот как этот. Вот, кстати, цветет, но слабоват в этом году. Ну да. Вот. А, дредненько. Вот такой. А он его искалечил. Ему вон пень, видите, это я уже жалуюсь вам. Видите? Отрезает боковую ветку, погибает соседняя. Еще два года погибает еще ветка. И вот все, что осталось. Это роскошь неимоверная, Володя. Если королевские считаются официально 50-60 грамм, эти деревья давали плоды по 8-90 грамм. Вот. Это я вам жалуюсь. Вот. И он у меня покупает два, по-соседски там почти бесплатно, две груши. Вот это есть знаменитая лесная красавица. Ну, слава богу, у тебя тоже такая есть, да? Нет, у нас есть, это нынче молодая еще. А, молодая? Да. Ну, она нынче. Нынче вообще первый раз так за это. А нынче она там делала. Ну, ну, вес плодов. Вес плодов какой? А я не взвешивал. Ну, примерно. В прошлом году-то сухо было, поэтому там все было мелкое. У меня разделились на две этих, как бы, на два направления. Есть 300-400 грамм. Это чудо из чудес. И вдруг стандартный вес, вот как у вас, но вкус необыкновенный. Вот. Ну да, на хорошем. 4,8 балла им дают. 4,8 это, о, для Сибири, для России. В России это, это что, где-то это. У меня там еще есть с такими же характеристиками грусти. А еще бы у тебя не было. У тебя даже гигант в Подмосковье есть. Гигант есть, шедевранный есть. Вот. И что получилось? Мы обманяем. Второе дерево, погибает прививка. Ну, погибает, да, от него даже следов нет. Сосед спокойно ждет, пока у него вырастает в подвое вот это чудо. Она абсолютно несъедобна. Это та самая знаменитая уссурийская груша. Дикарь из дикаря. И вот он меня теперь кормит. Нет, не уссурий, это не весной. Колючек-то нету. Пойди сюда. Колючек нету. И лесной-то там вообще колючка нету. Нет, 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 нет. И побеги светлее. Сейчас найди, колючки найдем. Дело в том, что колючки в это время, они становятся листьями. То есть весной это чисто вот, смотри, идем сюда. Ну, мы же с тобой разговариваем как специалисты, да. А потом это колючки от этих, от животных, защита от животных. А потом вот эта, допустим, рядом, она тоже была острой-острой колючкой. И вдруг покрывается листьями. Я еще по листу определяю. У нее специфический такой зубчик тоненький, волосинки такой. Это чистая, стопроцентная уссурийская груша. Лесная ее называют, наверное. Ну, а, кстати, второе название лесная. Официально народная лесная, а это... Вот. Ну, теперь пойдем дальше. Приходится смотреть, что делать. Ведь это не были... Мы тоже пилим, пилим, не пилим. Одеваться некуда. Вот она цвести собирается. И вот она уже в костре. Ладно, пожаловался, идем дальше. Бельфер Китайка. Вот эти два дерева. Засвели наконец-то. Вот. Знаешь, где я раздобыл ее? У нашего же Чернобаева. Мы все так... Теммеры не принимали. Ой, это уже все. Нет, мы все. Вы поскорили. Давай пойдем это самое. Моя тема абрикосы. Ну да, я понял. А я как-то особо... Абрикосы, но равнодушны. Да вы что? Как можно быть равнодушным? А вы видите, мы же продаем их. А на рынке их много, их трудно. Ну вот. Вот, да, прививайте. Свежепривайте. Значит, опять жалуюсь на нашего друга, на Чернобаева. Он умудрился взять. И... Помнишь этот самый момент этот? Мои темно-синие венгерки привил на бай, у него получились розовые. Ты даже не поверил. А смотри, как оно случается. Показать? Во-первых, вот же она. Это я продолжаю, это третье поколение. Вот там у меня... Вон, прививка. Вот от туалета вот первая же вот цветет. Этот цветет как раз этот самый. Там уже двухлетка. Это же венгерка, да? Вот. И там у меня еще есть однолетняя. А это нулевка. Я не могу успокаиваться, пока темно-синее сам. Не сделаю розовыми. У него как получилось? Он сразу в пень, он сразу в корень, и у него пошло мощное дерево. А у меня такой возможности нет, места нет. Я вынужден третьим этажом. Ну, и... Это где-то... А что вы не удаляете? Я вот удаляю обычно. Ну, прививка же перла. Я, во-первых, частично... Ну, носится же... Правильно, правильно. Я частично удалил, когда снимал. Не, я бы... Я, допустим, все веточки бы удалил бы вот эти. Оставил только прививку. Я стараюсь как-то делать это незаметно для дерева. Незаметно. Ну, да. Вы противник обрезки. Нет, нет. Постепенно просто. Вот она растет постепенно, я конкуренты постепенно убираю. Ну, это вращепленно самая нелюбимая моя прививка. Так. И, наконец, что получается? Вот этот момент хотел специально отразить. Вот этот. Яблони настолько к ним равнодушен, что пройдем мимо. А здесь уже все. Вот у меня, я показывал фильм учебный, может, видел. Везде, где я беру ветки на прививку, везде от омертвления. Везде. Так. Ну, это ладно, это свежее этого года. Везде. Смотри. Смотри. Это страшная вещь. Вот она. Стоило мне вот это отрезать. Все. А там, где я не режу, все цело. Там, где не режу. Вот. И так у меня на всех деревьях. На всех буквально. И я, когда насмотрелся, сто случаев, двести случаев. Мы с вами говорим не как, или быватели. Мы говорим, как серьезные люди. Насмотрелся, я уже говорю, да не режьте вы. Режут ради обрезки. Вот просто взять, надо отрезать. Приказно каждый год отрезать. Вот. Я аж волноваться начинаю. Вот такие дела. Черный абрикос. Цвел, цвел, цвел. Да, у меня я в нем разочаровался. Но у меня другой створец. Такой. Да, у меня кубанский черный. Так, и мы его и не видели. Срезали, ребята. Нет. Черный абрикос все-таки бриз. Кубанский это. Бархатный. Вот. Черный бархат у вас. Да. И вот что получается. Он буйно цвел, первый зацвел. Вот сейчас постепенно. Так вот именно. И все равно. Я еще ни разу не получил полный урожай. Когда там не завязалось. Володя, на нем будет через... На нем было веточек. А, посыпется. Посыпется. Посмотришь. Будет 20 штук. Он если держится. Но это было до сих пор. А сейчас я кругом и рядом. Вот смотри. Вот они. Те самые. Узнаешь? Сувенир Восток. Да. Соображаешь. Понимаешь. Да, сувенир. И я теперь думаю, господи, ну опыли ты его. Ну опыли. Ну умоляю. Вот. Я ни одного полного урожая не получил. Вот что страшно. Ни одного полного урожая. Венгерки в этом году порадовали. Ой, как порадовали. Да. Как невесты. Вот они. Вот. А у вас там соседи-то есть? Через дорогу только. О, смотри. Видишь прививка? Вот. Из них ждут чудо. То есть я хочу, чтобы вместо синих плодов были розовые. Хватит завидовать Чернобаеву. Мои же ветки испортил. Теперь я буду портить. Пойдем еще что-нибудь посмотрим. Вот это вот вишня. Казалось бы, самая обычная. Урожай сумасшедший. Можно было бы костиками накормить всю научную Россию. Да, деревья-то громадные. Вот. Всю Россию. Всю. Я имею в виду науку. Потому что я был на конференции. Я сидел и слушал. Вот. Когда ученый, солидный, говорил. Вишневые сады в России заканчивают существование. Практически все мертво. Вот. И в научных садах тоже. А они-то не знают, что у нас это. Вот никто деревья не трогает, да? Смотри. И они дают такие вражи. Вот сколько вот этих цветов, столько и будет плодов. Каждый год птицы не успевают их сжирать столько. Это само плодное. А потом, смотри. Я к ним не подходил. Вот это работа птиц. Вот они. И они уже расщелканы. Или кто-то расщелкал. Или они пытались зайти и сами расщелкались. Вот это неимоверное гигантское богатство, оно не нужно науке. Я один год собрал три трехлитровые банки. Костей. Костей вот этих вишни. А она, оказывается, особая. Ну, я рассказываю вам, как этим, как своим. Итак, все эти деревья, они идут вот так, вот так, вот так. И вон туда, и еще с той стороны, и еще это, вдоль этого, вдоль дороги. И однажды случилось чудо. Все они некрупные. Вот как вот эти вот самые, мои ногти, да? Некрупные. Вот это дерево. Запомнить легко, потому что оно крайнее. Вдруг дало только один год. Вот оно. Оно дало плоды, такие же крупные, как на Украине. Так? Крупные. Один год. Я был в шоке. Я тогда не продавал и не собирал. Ну, вот там, это, это самое. Ну, ну, куда их? Сорить, что ли? Вот. И я думаю, ну вот, откуда ж ты была обычная? Я же их все перепробовал. У меня же характер такой. Я же не пройду мимо. И вдруг они стали крупные. И тогда я понял, это они, их предки, и были крупные. Она ни с того ни с сего, просто крупными стать не могла, вот это дерево. Вот жилой вдруг захотелось. Там такой же урожай, такое же количество. Крупные грозди висят. Жду следующий год. Обычно, когда дошло, кто-то когда-то, крупные, отборные, возможно, владимирские вишни, привез в Сибирь, ясно откуда, в Срединной России, где-то с Черноземья, привез какой-то горсть косточек, посадил. И пошло вот это все чудо. Постепенно. Потом они уже начинают размножаться этими самыми отводками. А то, что я сейчас показывал, это все бесполезно. Здесь никогда не всходит ни одна. Я, это, хоть я тут и кашу траву, но уж я бы не пропустил такое. Ни одна не всходит. А вот то, что вот за забором, вон, вон их сколько, целый лес. Это, да, это все отводки. Это все отводки. Вот. И получается так, без человека, я уже заканчиваю эту мысль, без человека косточками не размножается. Ну уж, наверное, из этих тысяч, тысяч, каждый год вот это вот, вот это каждый год, из этих бесконечных тысяч косточек, а птицы плюют, а косточки падают. Вот. Из них ни одного побега, ни одного, это, сельца. И тогда дошло, только мы можем все это чудо вернуть в сады, причем это не болеет, не замерзает, и в них живут гены культурные. Да, одичали. Я не называю слово одичание, я называю слово приспособились. Вот. Она лучше даст три мелких, мелких этих плода, чем один крупный. И вот так, поколение за поколением, и осталась мелкость, осталась в крови, то есть вылезла наружу именно мелкость. Вот это я хотел сказать, как специалисту. Вот. Ну а потом, дело в том, что я пробовал с разным успехом поливать черешни. У меня есть черешни, они в том саду, рядом, напротив. У меня очень интересно было, там где черешня, вишня чисто дикая, из десяти, десять мертвых прививок. Вроде умею, не получается. Что я делаю? Ага, думаю, вот этот отводок, откуда ж ты взялся? Вот этот отводок, вот тот доль забора, вот тот доль забора. Это все, вот его родители, наверное, у этого вот, родители, наверное, вот этот, самый ближний. И, наверное, это отводок. Наверное. Теперь смотрим на этот отводок. Если он повторяет, как отводок, родительские качества, должны к нему прижиться. Давай смотреть. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так нет. Значит, что получается? Это подтверждение, что никакой это не дикарь. Это бывшая Владимирская вишня. С вероятностью 90%. 10% оставляю на неизвестность. Вот. Я не могу нормальным людям это рассказать. Надо, чтобы приехал такой специалист, что я уже говорю от души. А это вы вишню уже тоже привели? Черешня, черешня. А, черешня? Да. Черешня. Ну, пойдем постепенно обратно. Я ради вот этой вот вишни сюда постепенно вас заманил. Теперь так мы еще будем делать. Я сейчас прекращаю съемку. Почему? Мне это... Мне надо половину уже этого... Как это называется там? Половины энергии уже нету. То есть, наполовину разряжено. Мы сейчас едем к вам, да? Ну, все тогда. Друзья, прощайте. Вот, наш обход закончился. Сказка продолжается. Продолжение следует...